Всем привет дорогие друзья! Сегодня я для вас записываю топ подборку колод с големом. Я сегодня вам покажу три топ колоды, одни из лучших деки с големом, в связке с големом. Покажу вам повторы, расскажу как с ними играть, какая лучше, какая хуже и какую же все-таки я вам из этих колод порекомендую. Погнали! Итак, ребят, прежде чем мы перейдем к обзору колод, я хочу вам сказать, что я буду это записывать на постоянной основе. Разные топ колоды, топ карты и какую бы вы хотели видеть следующую топ колоду или с какой вы картой хотели бы видеть колоду, напишите в комментариях. И давайте набираем 3000 лайков на этом ролике, я сразу записываю топ 3 там колод или топ 5 колод с той карты, которую вы попросите. Ну, а мы переходим к декам, которые я сегодня для вас, ребят, приготовил. Итак, ребят, первая дека с големом выглядит следующим образом. Я их распределил также по рангам и будут они идти по возрастанию. Это, я считаю, что чуть хуже от тех колод, которые я вам покажу дальше, потому что эта дека, ребят, она на любителя. То есть, она очень дорогая, это, во-первых, она стоит 5 эликсиров, здесь нету спелов, которые наносят урон. То есть, есть, да, здесь рейдж, но нету запа, фаербола, нету бревна, там, молнии, поизона. Ну, то, с чем мы привыкли постоянно играть и то, что нам помогает вечно добивать вышку. Эта дека построена на том, что вы просто делаете хорошую атаку, правильную атаку и просто сносите оппонента там на трешку или как у вас получается, сразу на двушку. Ну, то есть, это все зависит от ситуации. Вы скажете, да, что, ну, блин, это слишком дорого, да и при том выбросив трех мушкетеров, накроют фаерболом и все. И, в принципе, мушкетеров нету, ну, там плюс зап, да? Я согласен, ребят, но для этого у нас есть сборщик, у нас есть орда миньонов, у нас есть варвары, у нас есть зеркало. Нужно постоянно противника разводить на фаербол, чтобы он его тратил на сборщик, либо на варваров, либо на миньонов и еще у вас будет в запасе зеркало. Поэтому нужно подстраиваться под противников, смотреть, какие у него карты и по ситуации выбрасывать тех или иных юнитов. Ну, естественно, мушкетеров нужно выбрасывать за големом. И, ребят, я вам еще хочу сказать, есть деки с трема мушкетерами, где, знаете, их выбрасывают за королевская вышка, они разделяются на две части, то есть два мушкетера идет там по левой стороне, допустим, а один мушкетер по правой. И в одну сторону подбрасывается рыцарь или ледяной голем, а справа там или слева подбрасывается шахтер. Ну, то есть вы поняли, по двум лайнам дамаг идет и оппоненту трудно отдефить. То в этой ситуации нет, здесь не так, здесь не надо распыляться на две стороны, здесь нужно сосредоточиться только на одной стороне. И эта, ребят, колода, действительно, ей сложно играть, но если сделать все правильно, она очень-очень сильная. Что ж, давайте перейдем теперь к повтору. Итак, первый повтор с первой колодой. Также, ребята, хочу вам сказать, что эти деки не я сам придумывал, то есть я не показываю какой-то скилл по составлению колоды, эти все деки были взяты у топов. То есть я много искал, много анализировал, смотрел, повторы разные, думал про эти колоды и взял лучшие из лучших. То есть вы не думайте, что, да, 5 эликсира слишком дорого и невозможно играть. Этой колодой возможно играть, только нужно ее понимать. Она подойдет не для всех. Я опять же повторяюсь, она для любителя. Значит, в этой деке что самое главное? Самое главное, ребят, никогда не начинайте бой первыми. Всегда ждите ход от противника. Экономьте свой эликсир. Иногда даже стоит пропустить атаку. Даже иногда стоит отдать вышку, как вы видите в данный момент. Нужно постоянно ставить сборщики и в этой колоде время удвоенного эликсира. Также нужно подловить момент, когда оппонент потратит фаерболл. Не важно, не только 3-мамушки терми можно сносить. Вот как видим слева, я продамажил големом и миньонами под рейджем вышку. 3-мамушки терми можно даже иногда дефить и не только в атаку переходить. Не важно, потеряете вы их на своей половине или же нет. Поэтому не акцентируйте внимание только на 3-мушкетеров. Здесь у вас много карт, которыми можно пропушить. Это орда миньонов, это варвары, у вас есть рейдж. Вот как видно в этой атаке, здесь реально порешали миньоны. То есть я одну вышку снес миньоном и третью. Ну и в итоге забрал трешку. В общем, я попытался все кратко, сжато рассказать об этой колоде как можно больше. Потому что у нас еще 2 колоды, мне надо успеть их показать вам. Поэтому вот так вот коротенький был повтор. Коротенький рассказал про эту колоду. Сами смотрите. Кстати, я вам не навязываю именно брать такую связку. Я видел, что здесь еще вместо зеркала брали мушкетера. Можно взять зап. Как вам угодно, ребят. Если вам что-то в этой колоде не нравится, пожалуйста, редактируйте. Делайте ее под себя. Это никто не отменял и это будет правильно. Анализируйте, проводите какие-то тесты над колодами. То есть смотрите сами, меняйте, что мне нравится. Убирайте, добавляйте и тому подобное. А мы переходим ко второй колоде. Итак, ребят, вторая колода. Я ее поставил на второе место. Но эта колода, ребят, вы ее могли уже видеть на видео, в ТВ-рояле, в топах. То есть эта колода начала очень набирать популярность. Это дека Голем, Надгробье и Молния. Ее можно видеть в разных связках. Вместо Надгробья кто-то берет скелетиков за один эликсир. Вместо трех миньонов кто-то берет орду миньонов. Вместо бревна я даже видел, когда брали фаерболл. То есть эту деку можно видеть по-разному. Но основные здесь карты, ребят, это Молния, это Голем и это Надгробье. И это понятно, потому что, ребят, все начали юзать Громоверса, начали юзать Палача. А никто другой, как Молния, с этим всем справляется на ура. Конечно, Палача немножко не добивает. Ну, также, ребят, мне эта дека, если честно, мое мнение, она мне вообще не нравится. Я не хочу, я бы с ней не играл. Вот честно, я просто для вас собрал подборку топовых колод, которые люди топы используют. И которые реально пользуются какой-то популярностью, рейтингом среди колод. Поэтому я вам их и показываю, демонстрирую. И я провел с этой колоду парочку атак. Да, я с ней побеждал. Ну, мы потом перейдем к первой колоде, которая мне больше всего нравится и которую я реально вам буду рекомендовать. Что ж, ну давайте перейдем теперь к повтору с этой колодой. Итак, в этом поединке будет хорошо продемонстрирована Молния, где будет союзана напротив Палача, против Громоверста. Мне как раз такой противник подобрался. Вот, по-моему, сейчас, смотрите, доходит Голем. Вроде бы в соло никаких больше юнитов нет у Голема. Ну, смотрите, я кинул еще Молнию. Она, конечно, не убивает Палача, но еще взорвался Голем, он его добил. То есть, я убил и юнитов, и смотрите, сколько осталось хитпоинтов у вышки. То есть, ну, неплохо, да, согласитесь. Также против Молнии, против Пушки, против всего, конечно, Молния зайдет хорошо. И эту деку реально очень много часто стали, точнее, использовать. Поэтому я ее и взял в сегодняшний топ и решил вам ее показать. Ну, рассказывать о ней много я вам не могу, потому что, ну, я же еще раз повторюсь, она мне вообще не нравится. И я не совсем понимаю, как играть против некоторых колод. Но посмотрел парочку повторов, также хочу сказать, что этой декой сыграет не каждый. Серьезно, потому что с ней также не легко играть. Ну, это мое мнение. Возможно, я просто не умею играть с Големом. И я это не раз говорил, что я не люблю медленные колоды, я не люблю связки дорогих колод. Хотя я сам играю с Рил Гигантом, средняя цена эликсира 4. Но все равно, вот я больше люблю быстрые колоды, когда быстро меняется цикл карт. Ну, это уже смотрите сами. Ну, вот он и показал такой коротенький повтор против кладбища, фреза и вышибалы. То есть, очень на ура справилась. Ну, и последняя, ребята, колода, это мейн колода Кот Наркот. Он с этой колодой, ребята, сделал почти 5-100. Он с этой колоды играет уже более месяца. Он делал 12 побед в испытаниях. Он в турнирах, в клановых турнирах. Везде ей побеждал, в глобале тащит. Поэтому она прокачана очень круто, как видим, да. А великых варваров опнули мы на 13 левел недавно на видео. А зап на 13 левел. Поэтому прокачка здесь, да, топовая. Потому что он эту деку использует очень давно. И он здесь также много чего здесь менял. Здесь были и арта миньонов, и поезд он здесь был. По-моему, не было здесь торнадо. Но здесь заюзаны, ребята, все самые топ популярные карты, которые сейчас в этой игре. Это зап, это палач, это элитные варвары, которые все сейчас срезают. Ну, не все, но относительно многие. Торнадо также стала хорошей картой. Ну, естественно, голем сейчас пользуется популярностью. В общем, вот такая вот колода, ребят. Я ее показывал не один раз в своих роликах. И я могу вам показывать просто безумно много разных повторов против разных колод этой декой. Потому что кот играет с ней каждый день по 15 боев. Из них 70% победных они. Поэтому я могу показывать против разных связок и рассказывать о ней очень много. Если вы это хотите, то ставьте лайк. Потому что мне кажется просто, что я ее очень часто показываю. Она нам уже надоела, и вы хотите что-то новое. Но если вы хотите именно с этой колодой побольше повторов, то пишите в комментариях и ставьте лайк. Ну, а мы переходим к повтору с этой декой. Итак, повтор с этой колодой. Скажу вам, ребят, сразу, что этой декой, точнее, этот повтор играл не я. Это играл сам кот. Потому что, ну, он как никто другой этой декой играет лучше. В любом случае, и вы сейчас увидите, как он этого противника просто без шансов разнесет. И хочу ваше внимание обратить, что противник прокачан по фулу. Смотрите, 11-й рарки и 13-й командки. Видели, да, как Торнадо и Палач только что хорошо сыграли? Также хочу вам, ребят, сказать, что эта дека, которая играет сейчас оппонент, вот, она является контр-декой коту. То есть не коту, а деки с големом, которые я вам сейчас показываю. Потому что три мушкетера очень трудно контряться. Хоть вы и скажете, что здесь есть Торнадо, Палач, но либо дальнобойность, как полета топора у Палача, она меньше, чем у трех мушкетеров. Поэтому трудно контрить. Уж поверьте мне. Если бы был Фаерболл, конечно, или Пойзон, то да, было бы попроще. Но так как этого всего нету, поэтому это чудо, что он выиграл. Я уже показывал, как он подобрался один и тот же мой оппонент два раза. Кто не видел это видео, найдите у меня на канале. Он проиграл два раза трем мушкетерам. Да и вообще он проигрывает в основном трем мушкетерам. Да еще и с фуловой прокачкой. Ребят, 11-й рарки, это реально сильно. 11-й гигант, 11-й мушкетер, они наваливают очень больно. Поэтому то, что он выиграл, реальный респект еще на трешку. И как видим, он вообще урона практически не получил. То есть этой декой он просто мастер играть. Я вам могу показывать безумно много повторов с этой колодой. И на пяти кубках, и где угодно. То есть эта дека реально рабочая. Итак, ребят, теперь давайте подытожим. Первую колоду, которую я вам показывал с повтором. Да, я не такую глубокую аналитику с этой декой сделал. Я не показал вам несколько примеров. Потому что в сегодняшнем видео было три колоды, а не одна. Поэтому я хотел все быстро, сжато и максимально дохочево вам все показать и рассказать про эти колоды. А там вы уже решайте сами. Что я хочу про эту колоду сказать. Эта дека мне нравится больше, чем вот эта колода, которую я поставил на второе место. Но я ее поставил на третье. Все-таки она, еще раз повторюсь, на любителя. Она стоит 5 эликсира. И с ней играть безумно сложно, ну серьезно. Потому что вот если вам подберется там какой-то хок, который пушит вас постоянно. Меняется цикл карты, и он вас просто пушит и пушит. То иногда не хочется даже играть. Но на самом деле, можно даже потерять вышку. Можно даже потерять пол здания. Но на двойном эликсире просто такой камбэк сделать этой колодой. Ну, опять же, это дека на любителя. Но очень хорошая. Я вам не навязываю ее брать, я вам просто ее показываю. Хотите берите, хотите нет. Вторая колода. Вторая колода, ребят, очень популярна. Вы можете зайти в Тиви Рояль, вы можете посмотреть некоторые видео ютуберов. Ее уже снимали, кто только мог. И ее используют топы. Пройдитесь по топам и посмотрите. Все колоды с големом практически одинаковы. И они выглядят следующим образом. Поэтому я сегодняшний топ занес. Ну, и что по ней сказать. Она, ребят, мне, если честно, не нравится. Но я вообще колоды с големами не люблю. Поэтому я не буду никакую оценку ей давать. Вы уж сами там оцените и посмотрите, нужна она вам или нет. Ну, и первая колода, которую я однозначно хвалю и однозначно вам рекомендую. Но, опять же таки, если вы любите играть медленными колодами и дорогими. Эта дека проверена, ребят, временем. Проверена руками ровными. Потому что я не один раз снимал видео про эту колоду. Поэтому я настоятельно ее рекомендую, если вы ищете деку с големом. Если вы хотите немножко больше повторов, больше аналитики про эту колоду, то оставляйте свои комментарии и ставьте лайк. И я обязательно сниму. Вот такой вот получился, ребят, топ-3 колод с големами. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. И не забывайте писать в комментариях, с какой следующей карты или с какую колоду вам показывать. Точнее, какие колоды. Я обязательно для вас сделаю следующий ролик. Именно о той карте или о той колоде, которую вы попросите. Набираем 3000 лайков, сразу будет следующий ролик. Но на этом, ребята, с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Ждите мои новые ролики. Всем до новых встреч, ребят. И всем пока.